Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я как-то познакомилась с парнем через общих друзей. Мы очень хорошо общаемся как друзья. В какой-то момент я начала чувствовать, что он заинтересован во мне не только как в друге, но и как в девушке. Специально вглашаю себя отталкиваю, чтобы он видел во мне только друга. Но не помогло. И позже он признался и предлагал отношения. Всё отлично, только вот разница в нашем возрасте 6 лет. Я старше. От этого я чувствую некий дискомфорт. То есть это как-то неправильно, он ещё маленький, ему сейчас нравится, да и люди будут против. Я думаю, что даже если между нами были бы отношения, навряд ли дойдёт до чего-то серьёзного. Так как в этом возрасте люди, как правило, ещё не нагулялись, а мне хочется семейной жизни и крепких отношений. Даже если допустить, что всё это возможно, уверена, что моим родителям будет не ок. Особо я чувствую, сперва не чувствовал, но когда произошёл неприятный случай, он меня поддерживал, да и не только он, но именно общение с ним меня действительно отвлекало. А потом, проанализировав ситуацию, я пришла к выводу, что это, наверное, первый человек, который полюбил меня настоящую. Хоть я вела себя не лучшим образом, всегда уделяя мне время, когда бы не написала. Сейчас у меня бросая симпатия и заинтересованность. Фактор с возрастом останавливает, поэтому не разрешаю себе больших эмоций. Что делать? Ну, здесь, наверное, в первую очередь имелось бы смысл спросить, что делать, чтобы что. А, да? То есть, ааа, то есть, ну, чего вы хотите-то? То есть, какой, ооо, вопрос у вас к, ом, психо, психологу? К какой помощи вы хотите? Вот. И, хотите ли вы этой, ну, этой помощи, вот. Помощи, в чём вы хотите? То есть, в чём нужна вам помощь? Пока не понятно. Соответственно, это, конечно, вызывает определённый вопрос. Потому что, если вы не определились с тем, какой помощи вы хотели бы, то есть вероятность того, что вот то, на что обратим ваше внимание, мы будет вам не совсем по вкусу. Вот. И, соответственно, это встретит сопротивление, которое помешает вам воспринять информацию, что мы вам постараемся донести. Значит, первое, на что я хотел бы обратить внимание, вам 22 года. И вы хотите уже крепких отношений и семей. Поскольку, в данном случае, речь не идёт о личностях мужчины. А речь идёт именно о том, что вам нужна какая-то стабильность и защищённость, то я предполагаю, например, что речь идёт о вашей привозности. Некая привозность и неверность к себе, желание себя защитить. Вот. Откуда это желание берётся, как оно сформировалось, и что можете сделать лично вы для того, чтобы его стало меньше. Это всё, конечно же, решается на консультации. А очень очень. Прик, если это, для того, чтобы получить межуг, вести себя и будете развивать, при этом Code, в том числе, и, по-русбе, с какой-то этого, и в целом стремительности. А эта, кемплини, стремительности. А эта, кемплини, что, это да, Ваши, ну то есть если вы считаете, что вы хотите там семью, например, да, не просто так, а именно вот вы этого хотите, допустим, то в таком случае, на мой взгляд, вам необходимо понимать, что человек на самом деле вам не подходит как партнер, не подходит. А, потому что на самом деле, да, он, ну как бы, он действительно еще формируется, он действительно еще не готов, он действительно еще будет, значит, как-то вот. Формироваться, да, ну, как личность он будет еще формироваться, и, соответственно, вы совершенно справедливо в данном случае замечаете, что вот какой-то, ну, серьезности, да, у него, вероятно, не будет. Это важно, это важно понимать. Но, с другой стороны, вы говорите о том, что этот человек, единственный, который увидел, о, который увидел вас настоящего. То есть, я думаю, я думаю, что если вас как-то вот это цепляет, если вас цепляет то, что человек увидел вас настоящего, то вам не хватает принятия, принятия себя, опять же, косвенно, косвенно здесь проявляет себя история про родителей, и мнения которых вас волнует, и которых, ну, в той или иной степени, может быть, вы как-то, ну, опасает, да, например, то есть, вот, хотите как-то, чтобы они были довольны, и так далее, и так далее. Вот, поэтому в данном случае мне видится так, что, вот, этого человека, этого мужчины, вот, вы воспринимаете, как некий ресурс для себя, вот, для вас это ресурс, судя по всему. Важно понимать, что, воспринимая мужчину так, отношений не построит. Вот, вы сами, благодаря тому, что, ну, вот, больше чувствуете, например, какую-то нуждаемость в человеке, нежели чем любовь, да? Вот, вы из-за этого, скорее всего, не сможете чувствовать себя с человеком как-то спокойно. Вот, поэтому сначала нужно решить свои психологические проблемы, которые у вас есть, и уже после этого решать, вот, хочу ли я поступать в отношениях. Если, если да, то какие отношения я хочу вступать, с кем я хочу вступать, ну, отношения, и так далее. Сейчас вы демонстрируете противоречие между потребностью быть правильной, что порождает чувство непринятия себя, и тем, что вам хочется, что порождает некий такой бунт, вот, в виде вот привлекательности этого молодого человека. Так, и на самом деле непонятно, вот, на самом деле непонятно, вы правда испытываете к нему чувства, или он привлек вас тем, что, ну, грубо говоря, хорошо к вам, к вам относится. А, да, то есть, вот, этот момент, он не ясен. Это нормально, потому что в вашем случае этот момент и не может быть ясен, пока что. Но, хорошая новость заключается в том, что прояснить это вполне возможно. Для чего вам желательно начать индивидуальную работу над собой. Тогда вы сможете и в своих чувствах разобраться. Тогда вы сможете и в себе, в себе разобраться. Вот. И вы сможете увидеть, понять, чего же вы хотите, например, ну, вообще глобально пожить. Ну, вот, потому что, как мне кажется, вот, ваша нацеленность на семью, да, в 22 года, является несколько преждевременным. Слишком много значения вы этому придаете. А то, что, вот, вы как-то выбираете, ну, не выбираете, может быть, но то, что человек привлек вас своим, своим отношением к себе, к вам, точнее, таким, ну, то, что у него, вот, такое к вам отношение, да, говорит о том, что у вас есть серьезная, достаточно, незакрытая потребность. И вы, и вы, эту потребность, естественно, пытаетесь, пытаетесь закрыть. Вот. Отношение не устроится на закрытие потребности с другими людьми. Это прямой путь, как я и сказал, это прямой путь к зависимости. Вот. Поэтому это желательно учитывать. И если вы хотите на самом деле быть, вот, ну, как-то счастливы в отношениях, если вы хотите получать удовольствие от отношений, ну, вот, если вы хотите, чтобы, ну, вот, как-то по минимуму было в них проблем. Понятно, что проблемы везде будут, всегда будут, но это и не менее. Поэтому на самом деле даже то, что вы не можете сформулировать запрос, то, что вы, по сути, оставляете свой запрос максимально неопределенным, говоря просто, что делать, вот, предполагая, что психологи дадут вам совет, что вам делать, вот это уже дает какое-то основание полагать, что вы не до конца, ну, как-то вот принимаете, да, личную ответственность за свою жизнь, избегаете личной ответственности за свою жизнь, вот. А, и, ну, беспокойтесь по поводу, например, того, что могут подумать другие люди, права, вот. Я бы как-то это все немножечко следил бы, и после этого уже начал смотреть, в какую сторону вы хотите идти. На этом все. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Обл ROG.